Ну вот, друзья мои, вот этот вот памятник старины 1323 года постройки, я вас все-таки привела, как обещала. Это Бэби-буд, самый старый маляк в Европе, из сохранившихся. И он у нас опять на острове Лампальта. Не могу понять, к сожалению, почему у меня так темно показывает камера. Я взбиралась на этот холм, очень далеко, друзья, порядка километра вверх по холму, потому что стоит он, как вы понимаете, на самом высоком холме, на южной оконечности нашего острова. Вот, значит, что он из себя представляет. Он невысокий, он всего лишь навсего, как четырехэтажный дом написано. Ну, значит, порядка 12 метров, 12-15 может быть, восьмиугольный снаружи и четырехугольный внутри. Сейчас внутрь попробую зайти, но так темно. Вот я вам показываю еще другой ракурс этого Пепа-пот. Его видно, я его вам показывала. Издалека, вот видите, здесь вот еще вот такой радиоантенна огромная, уже современная. А внизу там, если вот видите, основание тоже бетонное, видите? Это вот то, что хотели построить еще один через 200 лет, в 1530 каком-то году. Стали возводить еще один маяк вот на этом холме, потому что этот уже начал разрушаться. Стали возводить еще один через 200 лет. Ну, вот только начали строить основание, видите, совсем небольшое. Потом почему-то прервали строительство и так больше никогда не возобновили. И уже еще один вот этот вот Сан-Хеллен, Сан-Катерин, Святой Екатерины. Что-то я путаюсь. Сан-Катерин, конечно. Святая Екатерина маяк, который у меня есть, я вам скину видео. Вот новый, который был построен в 1837 году, и который действующий. Беленький, красивый. Я его вам показывала. Ну, вот внутри. Вы знаете, он ничего себя особенного не представляет. Я все-таки зайду, вам покажу, как это выглядит внутри. Вот такой. И вот такой наверх. Вот видите, все сохранилось. Там, по-моему, в 1830 году, он был укреплен тоже каким-то богатым меценатом, который дал, наверное, деньги на то, чтобы укрепить, потому что он начал рушиться. И его реставрировали, укрепили этот маяк. И вот он продолжает нас радовать спустя 700 с лишним лет. То есть это средневековый, в средневекового времени постройка, друзья. Как я уже вам сказала, самый старый из сохранившихся английских маяков. Вид отсюда, друзья, так же грандиозный. Как вы можете видеть, панорама, в общем, круговая. Посмотрите, пожалуйста, как красиво. И вот, как я сказала вам уже, это самый высокий холм южный. И люди знали, что делали, когда возводили вот этот вот маяк на вершине самого высокого холма. И, как вы видите, вот построена вот эта радиовышка, радиомаяк. Также рядом, потому что другого места, самого лучшего для улавливания сигналов, конечно, найдено не было. И вот то, что я вам сказала, вот это вот основание, построенное в 1540-м, по-моему, в 45-м году, которое так и не доведено до конца, оно сейчас используется как склады вот уже вот этой вот современной вершине. Обидно, что у меня опять темнеет камера, друзья.